Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Грешево. В интернете фильм стали просто как раскручивать, показывать, об одном человеке. Я посмотрел и вот написал так. Можно посмотреть этот фильм и сделать выводы в отсвете Библии. Иннокентий Серебряков, помогите мне, я страшно богат. Фильм 2016 года, вот как он выглядит. Если нажать здесь, то можно сразу на него выйти. Я много тут не буду на нем задерживаться, показать. Вот если смотреть в Википедии, это реальная личность. Вот он, Иннокентий Михайлович Сибиряков. Необыкновенно богатый человек, больной был, он щехоткой несколько раз болел. И в 41 год умер, оказавшись на Афоне. Фильм поставленный хорошо. Поставлен православными. И вот любое дело надо рассматривать во свете Библии. Как это? Богу угодно, дело не Богу угодно. Какой пример мы можем взять? Вот много жития святых по календарю, если смотреть, отмечается. Ну, празднование им. Златоуст говорит, лучшее празднование святому, это подражание ему. Вообще-то это хорошо сказано. Но если за тысячу с лишним лет ни один человек этим путем не проходил, хотя его буквально раскрутили неизвестно как, эту биографию, как у Марии египетской, то, значит, надо посмотреть, а все ли там по Слову Божию. Если согласно Слову Божию Господь указал, то апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А зачем бы она так говорила, если оно неподражаемо? Значит, подражать можно. Не ростом быть каким, даже знания не те будут. Но главное, это цель жизни. Бескармиссно пройти. До Берлина дошли не только маршалов, но дошли и рядовые собаки, солдаты, говорю. И им всем дается звание завоевателя. Прошел войну, остался живой. В общем-то, разница невеликая. И маршал, и тот, они умрут. Конечно, результат. И вот в этом фильме есть моменты, где нужно задуматься и посмотреть. Вот я понимаю, неверующий посмотрит, что он. Он богатый. И увидит людей, которые просили. И давал он много. По сегодняшему миллионы. Сразу 150 миллионов. Ну кто сейчас такой, только уж совсем человек богатый-перебогатый. Он таким именно был, страшно богатый. Золото-промышленник. Там по Амуру, его пароходы плавают и прочее. И вот ему, вот он в 1901 году умер. Всего 41 год жил. Болел чахоткой, туберкулез. Я в интернете сейчас посмотрел, я же не врач. Конца края нет, сколько разных видов туберкулеза. Первичный, вторичный. Там оливиолог. Тебе поражает. Что? Как? Я встречался с такими людьми. Состояние их не пожелаешь. Я вот о здоровье немножко попутно хотел сказать. Что нам Библия говорит о здоровье? Можем ли мы завидовать этим людям? Притча 5.9. Чтобы здоровья твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю. А о чем речь идет? Речь идет о том, что мужчина знает со женщиной, и за это крепко придется отвечать. Вот этот серебряков. Видно, что хороший человек. Хорошего нашли артиста. Как он выглядит. Но это даже можно еще тоже посмотреть. Вот. Вот он стоит в фильме. Я боюсь даже открывать. Какой он? Ну, какой. Здоровья нет ни духовного, ни телесного. Подражать вообще не в чем. Подражать ему никто не может. Неподражаемый. Неподражаемый, ну, миллиардеры вот сейчас могли бы подражать. Там Березовские какие там есть, Абрамовичи. Могли бы подражать. Но только в том, что богатые. Да богатые они их грабили, а у этого постепенно. Отец был богатый. На золотых приисках. Рабочий, он о них заботится. Это тоже никак. У него безгрешное было это все. Но не горбом он это зарабатывал. Отец хорошо у него помогал другим. Это я понимаю. Так это Господь дал, что он такой богатый. И щедро всем помогал. Но давайте посмотрим на коню вечности. Вот. Если бы он не в 901 году, а в 920 году. 40-20 лет накинуть, он на 60 лет только было бы. В 21-м году, допустим, умер бы. Революция его захватила. Что бы с ним сделали? Ну отняли, расстреляли. Больше ничего не было бы. Бежать бы он не успел. Да он и не побежал никуда бы. Видно какой он человек-то. Даже учится на каком курсе. В втором туберкулез. Берет отпуск. Второй раз поступил опять. И третий раз. Здоровья никакого у него не было. А Писание. Вот я сейчас пересмотрел еще раз. Священное Писание. И об этом говорит так. Так. Где у меня тут о золоте? О серебре, о здоровье. Серахов. 30-я глава, 14-й стих. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с изможденным телом. Получается, что любой бедняк, которому помогал он, они более счастливы. У него счастья никакого нет. У него только дай, 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 дай. И он не злобный и не завистливый и щедрый. И он помогал, говорит, это мое богатство. Говорит, оно меня сделало несчастным. Только вокруг люди. И 400 человек в день иногда приходили. Это кажется невероятно. Ну, толпа он там, ребятишек посылал, деньги раздавали, он не считал. У него все время прибыль там шла. И он дебенее это не становился. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, и же богач с изможденным телом. Вот он видел людей, которые с ребятишками приходят. Мать какая-то, ребятишки веселые стоят. И она такая падает, целует. А ему это не надо. Он подбегает, ее поднимает. Да что вы делаете? Ему это было все в тягость. Он несчастный человек во всех отношениях. Ни телесного, ни духовного здоровья в человеке не было. Подражать некому. Кому подражать? Олигархам я не могу подражать. У меня ничего этого нет. Подражать только в раннем возрасте, умереть. Раздавать щедро. А еще я дам, когда ничего нету. Ему подражать могли бы эти олигархи сейчас, грабители России. Но они не будут подражать. Они деньги все в Израиль, в Америку, там перегнали, куда и... На этом остановились. Серахов, 30-15. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота. А он как раз золотопромышленник. И крепкое тело лучше несметного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья. И нет радости выше радости сердечной. У него ни того, ни другого не было. И никакие врачи ему здоровья дать не могли. Антон Павлович Чехов умирает от чахотки. Да их сколько таких было тогда. Тем более, не было тех, еще палочки Коха, как там это обнаружено, как их заглушить, как вылечить. Сейчас могут как-то, а тогда вообще никак. Он лечился и все равно он помер. Оно на время заглыхало, но особые очаги там, жизнеспособные бактерии оставались. Я тоже набрался сегодня, посчитал где-то. То есть в этом вопросе он не был счастливым. Но как жил, как все. И обнаруживается, что у него ребенок внебрачный. Его здоровье свое отдать другим. Это как раз об этой жизни говорится. Внебрачные связи. Какой он безвольный. Она понравилась ему. Все. Наверил он, да. И места из Писания ему приходят экклесиасты. Всю жизнь трудился. Какая мне это то польза. Только смотреть глазами. То ли это за кадром диктор говорит. Или он думал так. Дело в том, что вот если мы сейчас посмотрим. Еще раз затронуть его биографию. То он родился 30 октября 1860 года. Иркутск. Российская империя. 6 ноября 1901 умер. 60 лет. А 1987 год. Это было 60 и 87. 27 лет ему было. В это время 27 лет. Так у него еще 13 лет жизни. За 13 лет жизни уже ему 27 лет. Был переведен полностью весь комплект 77 книг Библии. 13 лет он уже жил в Российской империи. Где Библия была переведена на русский язык. Тем более он там по грешески считает. Сидит. На русском языке. Наш синодальный перевод. Он нигде о нем не упоминает. 27 лет. Во сколько лет этот ребенок был прижит? Если студентом он был когда или как. Ну без синодального перевода тоже что-то звучало. Значит никакой внебрачная связь. Блуд. Самый натуральный блудник. По всем канонам. А он был может венчаный. Не знаю. Если венчана, значит с него разговаривать не было. Половина имени баба отошло ей. А то он оставил ее. Она как с детьми будет. Он говорит не беспокойся. Будет. Это значит грех юности. По нему если смотреть. Это добрый человек. Его по лицу видно. Очень такого фактурного нашли артиста. Ну просто хороший фильм поставленный. И православные уцепились. Конечно и то какой. Деньги отдайте монастырям. Деньги отдайте церкви. Результат. И никто никуда не денет деньги. Никакой градоначальник. Какой бы он умный не был. Какой бы прихотливый не был. Как здесь показывается. Все равно деньги будут в монастыре. Конечный результат показывает. Для чего этот фильм поставлен. Ну миллиардеры. Кто пойдет в монастырь. Отдайте. Подписывайте монастырям. Никто не будет этого делать. То есть фильм пустышка. Он ничего не дает. Подражать некому. Даже этот фильм более пустышка. Чем и Анатолий этот. Петр Мамонов. В фильме Остров. Там все таки он маленько с людьми встречался. Он там в кочегарке. То есть священника там мучает. Ну видно было, что там священник Анатолий. Он все над ним измывался. А этого нету. Маленький согнулся. Нырнул туда. И все это. А потом сгорело. И вообще у него ничего не осталось. Ничего. Почему он нигде не распространял Евангелие. Как книга Ноша в романе Достоевского. Иди вот. Почему? Он что. А это современник. Ну да. Современник Достоевского. Он его даже не упоминает и не знает. Ну были в то время люди. Даже очень хорошие люди были. Именно православные. Оптинские старцы. Ян Кронштадтский. Серафим Сорубский уже умер. Никого он нигде не видел. Вообще никого. Он жил как где-то в пустыне. Ни одного святого даже не поминает. Не видно, что он считает Евангелие. Нет. Он томился. Куда деньги деть? Он не знал. Давали деньги. Знаешь, что на учебное заведение. А то студенты-то вырастут. Духовного-то не давал. И градоначальник, который там глава города был, заботился, чтобы он не тратил. У него основания было. А так смотрят на него. Злодей какой. Отнимать не надо было. Не надо проверять. Нам все с ним было. Побеседовать надо. Ты студентам помогаешь. Студенты-то главное смутьяны будут. Ульяновы оттуда вырастут. Оттуда они вырастут. Из семинарий учатся Джугашвили. Сталин. Будущее. Вот оттуда все и идет. Каганович закончил вообще семинарию. Этого тоже нет. Все за кадром. А вот если бы фильм этот ставить, они его показали. Он задумался. Я деньги отдам. Деньги куда? В кирпичи вложить. Много было монастырей? 1750. А сколько храмов было? 57 тысяч. Тысяч. И сколько осталось? Четыре. Все разрушено. В дребезге. Пришло время. И он бы понимал это. Все его труды, вложения. Люди строили не то. А если бы эти люди были обращены к Богу, была проповедь Евангелия, то те разрушители были бы христианами, и они бы на это не пошли. И дело его жило бы вечно. И он бы как Нобиль, изобретший динамит, он сказал, давай такую премию. То есть, кому премию? Премию, чтобы лучшее, где люди трудятся для благовестия, на книги, на поддержание старых благовестников, миссионеров. Вот это, если бы он капитал такой вложил, да вложил в разных странах, да, ну, только для православных, которые понесут живое слово Евангелия туземным племенам, вот это было бы. А он мог в то время буквально большой-большой шаг сделать. Дорогие Библии были, но для него это, если огромное здание показывают, тут сфотографировано, какие здания, просто огромное здание. Он покупал и дарил, дарил где-то, ходил Лесгавту там на занятия, и там подарил деньги, засыпал все буквально золотом. Если он дал 150 тысяч, это сегодня означает 150 миллионов, правильно, в тысячу? Вот так. Что можно из этого взять, из этого фильма? Как бы от обратного, смотрите и не делайте этого. Двумя-тремя копейками распорядись. Он был милосердный, а в церкви священники всегда об этом говорили. Иоанна Златоуста проповедь, непрестанно об этом говорит. Жестокосердно платите, богатые, но все напрасно, с собой в гроб не возьмешь. Он это понимал. И это было великое благо. И на суде Божьем, на суде Божьем, и это будет представлено. Накормил, напоил, он это знал. Это редкий тип богатого человека. Он добрый, но заботился только о теле. О душе нигде, ни одного шага он не позаботился. О теле. А если так хотели сказать, так и в природе это существует. Там, где бессловесная тварь, и там тоже заботятся о подрастающем поколении, чтобы они подобно им были, леса, волк, все, не считая там змеи, которые сжирают детей. И поэтому сделать какой-то вывод об этом фильме только на основании Святой Библии. И вот мы сейчас еще прочитаем. Экклесиаст 4.8 Человек одинокий, к нему подходит. А и другого нет. Нет ни сына, ни брата нет у него. Нет ни сына, ни брата. А всем трудам его нет конца. Ну какие труды, то что подает, знакомится, ходит, беседует. И глаз его не насыщается богатством. Прямо к нему относятся. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо? И это суета, и недоброе дело. То есть вся жизнь недоброе дело. И он об этом говорит. Для меня всегда была тягость. Это богатство, студенты, все просят. Это как проклятие какое. Но если бы он какой-то банкир, он бы там заводы построил, чтобы еще дальше развивать, у него ничего этого не было. Ассигнации были, пачками раздавал и все. То есть он никакого процветания Российской империи не делал. Он не строил такие заводы, как Иоанн Кронштадтский. Кстати сказать, он вполне мог на него натолкнуться в то время. 900-й год уже было. Это современник его. Почему он в Кронштадт не приехал? Рядом был Санкт-Петербург. Ни разу нигде не упоминают. И вот тут бы он увидел, что по-настоящему надо не только милостью не подать, но дать человеку самому зарабатывать. Тартель инвалидов. Он такой умница был. Нигде, даже намека на это нет. Пришел, куча денег подал и все. Развернулся, не глядя рукой подцепил, сколько рука засыпила, столько и дает. Конечно, стали думать, в своем ли уме он говорит. Но это другое. Это по меркам мира, это ненормально. Деньги должны приращиваться. Считай капитал Маркса. Вложить в капитал, в заводы, в фабрики, как этот крупный в Германии, в разных местах Америка. Почему она такая богатая? А просто раздавать новых, кормить прихлебников. Я уж не говорю паразитов. Они ничего не хотят делать. Они знают, что я пойду, он в любое время даст. Когда его испытывает психиатр. А мне дашь? Он говорит, нет. Он уже заранее обдумал, что если он будет просить, что ответить. Почему? А он не просит. А раз не просит, я даю, ему опасно. Я взятку даю ему, чтобы меня признали здоровым. Он побоялся. А того просить нельзя. За взятку дает хорошее. Просил деньги. И он сразу смехнул, что он умнее его. Он-то просто поставил вопрос. Нельзя было взять. И нельзя было просить. Если бы он стал давать, даже тот не просил. Нельзя давать тебе, ты не просил. Иначе мне припишут другого. Если бы ты просил, это против тебя и пойдет. Я подумал, какая у него вилка какая была поставлена в этом вопросе-то. Дальше. Экклесиас 5.12. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владителями, во вред ему. Это тоже про него. Он его сберегать, если не хотел, он бы сразу его раздал, да и все. Святые были такие. Иди прежде раздай. Имени, приходи следуй за мною. Не крошками давать. А сразу миллиард этот. А у него было там 66 миллиардов. Миллиардов. Он тут же раздал бы и все. А куда отдал? Ну я сказал куда. На благовестие. Другого места нет. Конечно, половина кто нуждается, больные. Они не могут заработать пенсиона. Пенсион такой не давали тогда. Хороших студентов. Не просто студентам давать. Зачем они нужны были, когда они главные смутьяны были против царя. И царь Александр Третий-то тоже как ничего не видел. Монастырь, вот и хорошо. И сам царь-то прожил сколько? Никто не знает, от чего он рано умер. Палочка-выручалочка в то время был Иоанн Кронштадтский. А он был там где-то в Ливаде. И в это время его вызвали туда помолиться. И осечка. Ничего не получилось. Иоанн Кронштадтский стоял, над ним руки простирал, молился. А он умер, император? Умер. Я даже не смотрел сколько, но даже можно глянуть. Ну, совсем немного. Не его образ жизни. Александр Третий. Вот он где. Александр Третий. Википедия. Родился. Родился он 10 марта 45-го года. А умер 1 ноября 94-го. Ну-ка, сколько лет? Рост метр 90. Сколько лет он жил? 45-го, так что-то. 94-го. Даже 50 лет нету. 49 лет. А тут 41. Почему же говорят то, что поезд был когда-то подорван, и он огромный был такой, крышу, чтобы своих не задавило. Ну, не знаю. Дело-то даже и не в этом. Дело в том, что царь-то мог бы ему сказать, сказал бы. И на кейте. Ну, ты сейчас это все сделаешь, уйдешь за... Тебя же монахи там никуда выпускать не будут. Да я и не хочу. Ну, у тебя же есть особый талант такой. Да там тем более сырость такая. Тебе же для туберкулеза-то это благоприятная среда. Тогда зачем тебе ехать-то? Ни слова не говорит. Одобрил его. И сразу карту развернул. Император-то хороший был. Хороший, но прозрительности никакой не было. С бородой такой, метр девяносто. Это можно было представить, какой он был. Я про Александра попутно хочу сказать. Когда говорил, он говорит, у России нет друзей, кроме армии и флота. А армия и флот тебя и погубят. Вот Серафим Царовский говорил, вот, жарись к французам. Он Наполеон и пришел. Этим и наказан. Идучали немецкий язык и проще. Тянулись в Германию. Германия говорит, сюда и пришел. И вот здесь ему тоже было не на пользу. Ни одного человека не было, который бы ему сказал. Только пророчили. Пророчили. Вот тебе обязательно в Андреевский скит ты пойдешь. И какого-то духовника избрал он. А почему Библию не открыл, не посмотрел, что тебе Господь положит. А тот от советников говорит, береги душу твою. Иной советует в свою пользу. Ясно дело, что и приходит монах перед ним. Видно, что монаху хорошо он сделал. И тот говорит, и ты будешь, и кон ударит. То есть все крутится в церковной среде. Фильм чисто православный. То есть смертельно православный. Вот это православие погубило. Погубило это. Храм, храм, храм. Господь говорит, вы везде говорите, храм Господень. А творите такое безумие, беззаконие. Везде вмешивались, везде. И царь Александр, там надо на Балканах, везде. И в конце концов лопнуло, рассыпалось. И как будто никакого государства никогда не было. А он ему осталью-то еще и сказать не нужно. Он стоит перед ним вместо пяти минут обычной аудиенции. И император ему дал полчаса. Считается, ого. А почему вместе с Александром было не сесть и не почитать Библию? Если она уже была. Ну, оба знают французский язык. В то время французская Библия была. Нету. Слово Библия и Христос отсутствуют. Как будто никогда и не было. Ну, сестра его подобрали артистку. Такая просто красавица. Ну и она-то ему, она только радуется. Тому, ну зачем ты поймешь? Ты дважды умрешь, пойдешь. Она ему говорит слова, но дальше не может сказать. Она бы могла сказать Яне, там, или как она называет, Иннокентия. Ну, ты пойдешь туда, выйти нельзя. Сколько людей Бога не знают. Ну, почему тебя не пойти, не проповедовать-то? И Бог тебя исцелит. Да ты поезжай к киргизам, говори, или где-то. Там, где кумыс заказывай, пей. Тебе здоровьишко маленько поправится-то. Никто не говорит. Все устремились на то, что он выполняет предначертания. Ему еще в детстве было это сказано. И вот он в монастыре Юрклуб этот согнулся. Там дверь-то такая, при его росте-то. Куда это годится? И он там просидел сколько всего. Сначала Иннок, монах. Теперь Схимонах. Все. Никогда его нигде больше не было. И сидит один, то ли ущет он, то ли по слогам считает, похоже, по-гречески. Что он там считает, не знаю. И вот этот фильм я дал задание посмотреть. Одни хвалят, а другие нет. О, это пример. А какой пример, скажи? Кому подражать? Олигарху ему? Никак. Хоть одного героя, который там был? Нет такого. Ну, кто-то к нему доступ имел. Где-то хотелось бы мне на этом, как на близком состоянии быть, прийти к нему и сказать. Я, конечно, нуждаюсь в этом. Но деньги-то небольшие. Игорь Барабашук, купи комбайн. Сделай, брат, доброе дело. И переселяйся в Потеряевку. Не с деньгами один. Деньги раздай. Ты на без денег нужен. С нами пойдешь на благовестие, миссионерскую поездку по всему миру. Ну, где-то, может, Бог тебе даст здоровье. Ничего этого уже не скажешь, только воображением своим. А на фон, кто решил подражать, а тебя на фон могут и не пустить. Так он построил, закатил-то храм какой. Там миллиарды вложены, не миллионы, а миллиарды по сегодняшним деньгам. Конечно, ему там шесть сортов кваса, как Стаглав говорит, официально разрешено. Ясное дело, что они обязаны на нем заботиться. Он вложил все. Но, опять же, о благовестии ни одного слова нет. В познании Бога он никакой. И с этим и закончилась его жизнь. А монахам какая разница? Теперь уже они начинают кудесчищать, буквально волхвовать. Уже не с ним. Лицо-то у него нигде не видно, что веселое-то. Вы посмотрите, есть такие люди, которые показывают, какое у них веселое лицо бывает. А вот этого никогда не бывало. Только маленький, когда со змеем бежал, ну, змеи пускают по воздуху, там мальчишка прыгает, но это другой же артиста показывает. Он никогда счастливым не был. И теперь им надо канонизировать. И теперь они определяют. Лицо его не светилось радостью? Никогда. Даже артисты-то тоже так же сумрачные там берут. Да когда его там три раза проверяли только на психиатрию, я это знаю, меня тоже проверяли. И тоже дали положительные результаты. И сказали, судить надо его. А его не судили, выпустили. Он избежал революции, не дожил благодаря этим микробам туберкулезным. Это все бы лишилось в один день, или при нем там ленский расстрел был бы, ну, и что-то еще такое было. Почему-то не его там золотые пристки. Там же это все было смутатое. И вот поэтому фильм, я считаю так, заказной суперправославный. То есть погибельный для православия. И они этого не понимают. Они его смотрят, восхищают. Это мертвое. Намертво-намертво мертвое. Никакой даже мерцающей жизни там нету. Ну, раздавал милость. Ну, что? Иди раздай, продай. Господь как будто ничего-то не видит. Хочешь быть совершенным? Иди, продай имение и раздай. Продай и раздай. И за мной следуй. То есть речь идет, ну, может быть, неделя, больше и нету. А он на всю жизнь растянул, и оно у него не убывало нигде. И детям надо помогать, и нуждающимся. Но главное – это душа. Насколько важнее о душе заботиться. Народ необразованный. И сегодня даже какие только дикие суеверия не гнездятся в сердце православного. А кто это об этом говорит? Все говорят об этом. И Антони Блюм. Об этом говорит и Иоанн Кроштадский. И Серафим Роуз. Современники уже наши. Люди Бога не знают. Мы до Немочи, у нас ничего нету. И то только в окрестностях нашей деревни, вокруг мы ездили, 30 тысяч Евангелий раздали по домам. В каждый дом заходили. А он-то сколько мог сделать? Мы не знаем, кто будет финансировать поездку. Мы более ее могли бы обстроить богато. Проникнуть еще дальше. Ну, а куда дальше? Это только в Америку. Это не нужно уже нам было. Я там ездил. И вот мое мнение об этом фильме такое, что это блокировочный фильм, который православные могут только смотреть и губы облизывать. Вот у нас бы был такой спонсор. Да мы бы сейчас еще 200 храмов, все спортплощадки отняли. У детей бы в Москве призывают к этому. Он как раз положил основание вот тем бунтам, которые сейчас в Москве и везде. Люди не могут отбиться. Зачем храм? Когда эти-то пустые где-то храм, храм, храм. То есть это язва болезни израильтян. Они этим хвалились. Она была и в России. И она была у этого человека хорошего, доброго Иннокентия Михайловича Сибирякова. И дальше этого не пошел. Теперь высший идеал это монашество. То есть самое непригодное для благовестия. Они заблокированы обетами своими. То есть талант зарытый. Вера-то все равно у него была какая-то, раз туда пошел, что есть Бог. А дать другому он не может. Как? Умножить талант. Он же понимает, что если бы золото положил в банки, и у него там не продолжали рабочие намывать его, а в них не заботился, то оно бы не прорастало у него. А как прорастать может вера? Когда во имя Христа он нигде, ничего нигде. Ну, может быть, было, но здесь в фильме, по крайней мере, не показано. А только именно как его судили, и как он освободился. И, наверное, в монастырь его предсказано было там. Ну, и как на него смотрели, это почтение к богатому финансисту, спонсору, меценату. Это везде одинаково так. Он и там не избавился от этого, а ему это не нравилось. Он чистый душой. Ну, чистый в том понимании, что не грабитель был. Вот мое мнение об этом фильме. И что-то еще подобное. Ну, долго они, сейчас вот одни сами ставят, там притчи разные православные, и нет ни одного фильма евангельского, по Евангелию, по деяниям апостолов, что Бог открыл тебе истину. Он уверовал и радостно понес благую весть везде. Даже бесноватому, я пойду за тобой. Нет, иди возвести родным. Он не родным возвещает, что Бог сотворил. Написано, пошел по городу. Этот никуда не придет. Он сидит и сидит. К нему стучатся, заходят. Человек, который радость служения Богу, служения для Духа Святого, радость рождения свыше, крещения Духом Святым, он не испытал. Ну, и здесь даже если это его фотография, как мирской человек, их бородка подстриженная, похоже, и галстук. То есть он внешне морской, это, мирской бизнесмен. Путь широкий был открыт. Если бы в советники меня взял он когда-то, я бы ему сказал, в первую очередь, обеспечить нужно тех, кто переводил. Помочь Павскому, Хвольсону, всем этим переводчикам. Далее, издать Библии. Он мог бы избать Библии для России миллионов, десять и даже делать нечего. Теперь, чтобы были искренние учителя, школы открыть, там, приходские, проповедовать Евангелие. И тогда революции бы этой не было. И золотые прииски были бы при нем. Кунанных дел неизвестно. Ну, я думаю, сестра, кто она ему, жена не жена, не поймешь даже. Ну, я думаю, что не жена, просто она же говорит, он обольстил меня. Похоже, что просто она понравилась, да иностранка при том. Вот, на все это смотреть, и впал в этот грех. И считаешь, когда кто-то ушел, отец, серьги, там, другие, и везде с этим что-то связано. По женской линии. Но это не удерживает их. Они могут и пальцы себе сжечь, и отрубить себе палец, лишь бы не вернуться к этому. Он боялся ее. А зачем ты пришла? Ну, не ребятишки тебя есть. А он уже это все деньгами замазал. Где? А дать им ничего не может. Нигде не показали ни ребенка его, ни что он с сестрой беседует, наказывает. То есть, совершенно, абсолютно, но обыкновенный православный. То есть, мертвый. То есть, не евангелизированный. То есть, не переживший рождение свыше. Вот что можно сказать с концовкой. А православные они другого и не знают. Для них это прекрасно. Деньги отдал, ушел в монастырь. Чудо. А я добавлю, чудо в перьях. Прости, Господи и помилуй. Богу нашему слава. Да не будет этого осуждения, просто рассуждения. Его нет. Да дарит ему Господь Царствие Божие. И начинает череп смотреть, как он светится. Лесо не светилось, а теперь череп. Особый свет его. И они в первом ряду ее держат, и написано, инокентий. Я видел этот череп в интернете где. Ну, это-то уж совсем никуда не годится. Череп его и показывает, и определяет, где он будет. Ну, что это божественно. Где они нашли? Писание? По Елисеи. Да Елисеев вообще мощей нигде нету. И вы знаете, почему их нигде нету. Мертвец сожил. А у вас наоборот. От соприкосновения с вами, с монахами, с другими, это люди умирают. И к нему-то ни один не воскрес. Череп лежит. А для чего? Напоминает что-то? Да и денег уже, и праха не осталось. Но надо показать. Пример. Вот. Вот делайте так, и ваши черепа у нас будут стоять здесь. Понимаете, как будто бы богиня Кали. На кормере напоили, голову сняли, и голову выставили на выставку. Она нам нужна, мы ее вспоминаем. Как я вспоминаю, говорят, в одном городе немецком была осада от варваров. И никак поняли, что город сдавать надо. Все голосуют и сдавать. И вышел один там майор, или кто он был, и говорит, вы мне дайте только, что я был главнокомандующим, и я город этот спасу. И он сделал так, расположил, сделал вылазку ночью, как вот Тарас Бульба. Тарас Билл, пленил их, и враг отступил. Но теперь в городе этот Сейн заседает, что же сделать ему? Вот этот Йоганнес, он так сделал, надо увековечить. И все говорят, сделать его генералом. Ну и умрет дальше, еще генералов мало умирает, много. Надо, чтобы в веках его помнили. Какое благо он нам сделал. Ну что сделать еще? Давайте так, граноначальниками его. Ну и то же самое будет опять. И один говорит, а у нас кого больше всего чтут? Святых. Святых. То есть поколение в поколение у нас статуи, изображения, православные иконы. И как? Да канонизировать. А как канонизируешь? Он живой. Арестовать, казнить его, и причистить клику мучеников. Что и сделали. Какая-то там нашлась Ейзавель, два лжесвидетеля, его казнили, и сразу признали. Ошибка эта была. И канонизировали, теперь он святой. И вот это то же самое. Загнали его в это ущелье, теперь он святой. В эту маленькую конуру он залез там, никому он не нужен. Люди приходили с России, может быть, деньжата были, кому-то помогал. Не Евангелие были у него. Ни один апостол нигде не скрывался и деньги не растягивал на тысячу лет. Они сразу к ногам апостолов принесли, отдали. Разовое было жертвование. Можно было и так делать, как он делает. Не в этом дело. Дело в том, что следовать за Христом. А тут ни одного шага не видно. Вообще. Какая его была жизнь. Я считаю, здесь другие места нашел. Ничего в Википедии нигде не нашел. Что он был христианин. Что он был христианин, это явно. Он слышал, раздавай имение. Дальше этого не мог пойти. Почему? Проповеди не было. А таких-то богатых, он сам богатые знал, других богатых. Мог бы их призвать для того, чтобы дальше новую типографию построить, новые школы, христианские. Ну и все остальное при храме-то воспитывали бы, как сейчас протестанты везде делают. Нет этого. И поэтому они не пишут, кто ему подражал. Ни одного миллиардера нигде этого нет. А только потому, что деньги пустил не туда. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь.